Сегодня исполняется 33 года с момента восстановления независимости Латвии. В референдуме тогда участвовали все жители страны, которым обещали равные права. А по факту жестоко обманули. Каждый месяц, а то и неделю правящие и поддерживающая их оппозиция придумывают унизительные законы, чтобы добить русских и русскоязычных Латвий. В 91-м году жителей страны разделили на граждан и неграждан. В 92-м ввели языковые требования в области занятости. Тогда же появился Центр госязыка «Местная инквизиция». В том же году приняли закон о радио и телевидении, ограничивающий вещание на русском языке. В 95-м году появился закон о статусе неграждан, после чего они должны были получать визы для поездок в разные страны. Позже, благодаря Татьяне Жданок, евродепутату от нашей партии, это ограничение для стран Шенгена было отменено Евросоюзом. В 98-м приняли поправки к закону об образовании и переходе на латышский язык обучения с 1 сентября 2004 года в средних школах. В сентябре 2004 года в школах ввели билингвальное обучение в пропорции 60 на 40. В 14-м году приняли скандальную преамбулу Конституции, которая гарантирует существование и развитие в стране только латышской нации, ее языка и культуры. С сентября 2018 года происходит постепенный переход на латышский язык в образовании. В средних школах уже полностью обучаются на латышском. С 7-го класса предметов на латышском должно было быть не менее 80%, а с 1-го по 6-й класс не менее 50%. С 1-го сентября 2023 года детские сады в Латвии, а также 1-й, 4-й и 7-й классы полностью переходят на латышский язык обучения. С 1-го сентября 2024 года на латышский переходят 2-е, 5-е и 8-е классы, а 1-го сентября 2025 года – 3-е, 6-е и 9-е. Унижение людей с российскими паспортами, общественные СМИ на русском, увеличение НДС на русские СМИ и многое другое – это то, что происходит, то, что они творят с нами каждый день. О какой демократии может идти речь? Та ли это независимость, за которую проголосовало большинство жителей Латвии в далеком 1991-м? Конечно же нет. К этому невозможно привыкнуть. И этот обман со стороны тех, кто дорвался до власти, невозможно забыть. Они меняли партии, но не меняли лица и не меняли убеждения. А после начала военных действий их прорвало еще больше. И вся эта агрессия выплескивается на нас лишь за то, что мы говорим, думаем, читаем по-русски. Наше общество больно. Больно не уважением, а подчас ненавистью к национальному и языковому меньшинству. Его необходимо лечить. Мы любим тебя, Латвия. Мы не надеемся найти быструю пилюлю от вируса национализма. Но мы тебя вылечим. Ты наша любимая. Любимая. Общая. Субтитры сделал DimaTorzok